Сделай процесс проще и люди потянутся. Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли в тень. Президент поручил упростить процесс регистрации для назначения пособия в 42 500. Сколько самозанятых вышли из тени и надо ли им дальше платить ЕСП, знает Наргиз Муратова. Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. Кто сможет претендовать на жилплощадь по новой программе 5-10-20? Комментарии экономистов в материале Фаризы Булатпек. Потребительский спрос растет, а бизнесменам нечем торговать. В полупустых столичных магазинах невиданный до карантина ажиотаж. В плюсах и минусах постепенного ослабления карантинных мер разбиралась Айгуль Жамалова. Сертификат на расхват. Казахстанский Аким раздает деньги российского олигарха Усманова, пострадавшим от наводнения мактаральцам. Точные цифры подбила Мольдер Абдуалиева. Мариам Лукпанова в студии Атамикен Бизнес. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях дня. Начнем с самой обсуждаемой сегодня темы. Окончание режима ЧП. Так, план по смягчению карантина разработан до июня включительно. Сегодня об этом сообщил вице-премьер Яралы Тукжанов. Несмотря на завершение режима ЧП, объявленного президентом, ограничения пока сохраняются. Так, блокпосты продолжат свою работу. Школьники завершат учебный год онлайн, а вот малыши уже смогут посещать детсады. Но у каждого пункта есть оговорки. Какие? Расскажет моя коллега Мюрверт Жекьянов. Когда уберут блокпосты? Это, пожалуй, самый популярный вопрос среди казахстанцев. Особенно по мере того, как термометры даже в самых северных регионах показывают температуру выше 20 градусов. Сегодня на брифинге вице-премьер Яралы Тукжанов подчеркнул, что пока их снимать не будут. Все-таки угроза еще остается. Ограничения будут снимать поэтапно. Я особо хочу отметить, что блокпосты еще в прежнем режиме будут работать. Мы снимать его не будем. Буквально со вчерашнего дня мы знаем, что много народов, особенно в южном регионе, как раз к этим вопросам и задавались. И хочу еще раз сказать, что фактически по этому вопросу в отношении тех людей, которые живут в городе, например, в городе Алмате, но если работают в Алматинской области, для них никакого ограничения нет. Но для этого необходимо от тех компаний, которые сегодня имеют своих работников. И все эти списки должны быть согласованы штабами этих регионов. С сегодняшнего дня возобновить работу разрешено непродовольственным магазином площадью до 2000 квадратных метров, салоном красоты, центром детского развития. Теперь можно ходить в парки и скверы. Детсады тоже будут работать, но в группах должно быть не как обычно до 30 детей, а в два раза меньше. И при обязательном соблюдении санитарных норм. Школьникам разрешают прийти на последний звонок, а выпускникам на вручение дипломов. Что касается ресторанов и гостиниц, то для их логинцев хороших новостей пока нет. Есть определенные требования со стороны Всемирной организации здравоохранения. Если рост заболеваемости стабильно держится на уровне 5%, то будет возможность принять решение по ресторанам. Мы сейчас пришли к уровню 3,9%. Однако ситуация должна стабилизироваться. Речь должна идти не об одном-двух днях, а о целой неделе. ТРЦ возобновят свою работу, когда рост заболевших снизится до 2%. Их открытие разделят на два этапа, подчеркнул бицеплиниер. Напомню, ослабление карантинного режима в прошлом месяце власти начали с открытия промышленных объектов, СТО, химчисток, БВУ и стройкомпании. По словам Яролы Тухжанова, поэтапный план смягчения карантина правительство разработало до конца июня. Казахстану срочно нужна новая структура экономики, заявил сегодня глава государства Касымжо Мартукаев. Предлагаемые механизмы, в принципе, знакомы. Это развитие новых пределов промышленности на основе имеющейся сырьевой базы. Правительству же предстоит большая работа по выполнению антикризисных мер. Вы знаете, на эти цели выделяется порядка 6 триллионов тенге. Улпан Бегалина расскажет, как будут восстанавливать экономику после пандемического кризиса. Улпан, ты в эфире. Добрый вечер, Марья. Большая часть выступлений Касымжо Мартакаева была отведена экономике, точнее ее реформированию. Последнее в основном связано с так называемым коронакризисом. Несомненно, он ускорит реализацию всех тех планов, которые откладывали или не приступали к ним, думая, что средства и время все еще есть. Но пандемия перевернула все с ног на голову. Прежде всего, изменений требуют индустриальные проекты, в которых уже критически важно повысить уровень казахстанского содержания. На сегодня локализация составляет лишь 40%. А госзакупки, по словам президента Тукаева, должны стать кейсом восстановления экономической активности. Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики, определить роль каждого из ее главных секторов – промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики и, соответственно, новые подходы и задачи. Очевидно, что значительных реформ потребует энергетический сектор. После кризиса он, естественно, не будет прежним. Пожалуй, одним из важных, даже можно сказать, беспрецедентных поручений президента является внедрение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. То есть казахстанцы будут платить ИПН в зависимости от зарплаты. Причем, Касым Жумар Токаев отметил, что данная мера внедряется ради социальной справедливости. Думаю, что в нынешних условиях это как нельзя кстати. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет. Наша основная цель – вывести из тени наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте. Позже на брифинге министр финансов подтвердит, что на антикризисные меры выделяет 5 трлн 900 млрд тенге. Сумма, конечно, колоссальная. По словам Алихана Смаилова, она включает в себя реализацию ряда программ. К примеру, на финансирование дорожной карты, занятости и экономике простых вещей предусмотрено по трлн тенге. Почти 2 трлн выделяется на компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета. Сюда же входят и 125 млрд тенге, которые направили только на борьбу с коронавирусом. Причем Смаилов опроверг информацию о том, что Казахстан якобы потратил 13,5 млрд долларов на COVID-19. Непосредственно на борьбу с коронавирусом или на противоэпидемиологические мероприятия в республиканском бюджете предусмотрено, как я сказал, 125 млрд тенге. До этого из резерва правительства было выделено порядка 25 млрд тенге. Итого 150 млрд тенге, или в переводе на доллары, это порядка 350 млн долларов. И они находятся в составе 5,9 трлн тенге, которые направляются, как я сказал, в целом на реализацию антикризисных мер. Если говорить о бизнесе, то министр нацэкономики Руслан Даленов рассказал, что на государственную поддержку могут рассчитывать свыше 130 отечественных производителей. Входят ли они на шумевший список 361, неизвестно. Но стоит полагать, что да. Всего будет поддержано свыше 133 видов деятельности, которые предложены к производству свыше 300 товаров потребления. Это начиная от продуктов питания, заканчивая лекарствами и оборудованием. Кредиты предоставляются сроком на 10 лет, ограничений по сумме нет. Ставка вознаграждения составляет 6%, она субсидируется государством. Кстати, о кредитах. Глава государства Касамжамар Токаев обратил внимание Агентства по регулированию финансового рынка на то, что в условиях снижения доходов населения важно мониторить сферу рынка потребительского кредитования. Главным образом для того, чтобы не допустить рост долговой нагрузки граждан. Марьям сегодня было заключительное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП. Нельзя было не заметить, что ее состав пополнился новыми лицами. Сегодня к участникам присоединился Даурин Абаев в качестве первого заместителя руководителя администрации президента. И еще один момент, который хотела отметить. По данным исследования консалтингового агентства KPMG, последствия COVID-19 приведут к одному из самых глубоких кризисов в Казахстане со времен развала СССР. Но, как говорится, готовимся к худшему, а надеемся на лучшее. На этом у меня пока все. Марьям. Спасибо, Улпан. Кстати, президент сегодня в своей речи отметил, что 40% получателей выплаты в 42 500 – люди, которые впервые оплатили единый совокупный платеж. Касым Жумартукаев призвал вовлекать лица, которых удалось актуализировать, в экономику, чтобы те снова не ушли в тень. Подробности об упрощенном виде налога расскажет Наргиз Муратова. 40% получателей выплаты в 42 500 тенге впервые подтвердили статус самозанятых, оплатив ЕСП. Это именно те граждане, которым нужна государственная помощь, отметил сегодня президент. Касым Жумартукаев поручил упростить процесс их регистрации на бирже труда, получение статуса безработного и назначение пособия. Согласно последним официальным данным, выплаты по потере заработка из-за режима ЧП получили более 4 миллионов казахстанцев. Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли в тень, остались один на один со своими проблемами. Ведь на государственную поддержку, социальную защиту, при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально и платит налоги. Поэтому именно такие граждане, наряду с временно безработными, должны стать предметом пристального внимания правительства и Акимов. Напомню, оплата ЕСП предусматривает упрощенный порядок регистрации предпринимательской деятельности. Данный вид налога позволяет самозанятым участвовать в системе социального обеспечения, в частности в системе медицинского страхования, получения госуслуг и оформления пенсии. Кстати, уплата ЕСП не означает, что теперь его придется платить постоянно, пояснили в Комитете госдоходов. Прежде всего, оплатить ЕСП или исполнять налоговые обязательства в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется на добровольной основе. Есть уплата ЕСП, значит, вы получили доход и таким образом решили исполнить обязательства по налогам и социальным платежам. Нет уплаты, значит, вы приостановили деятельность и не получили доход. Между тем, более трех миллионов человек выплатили ЕСП за время чрезвычайного положения, сообщили в ответ на запрос Атамикен Бизнес госкорпорации правительства для граждан. Из них полутора миллиона городских жителей и миллион восемьсот человек сельского населения. Напомню, размер ЕСП для горожан составляет один МРП, для сельчан половина этого показателя. Наргиз Муратова, Маржан Султумбаева, Атамикен Бизнес. К слову, львиная доля самозанятых, значит, потенциальных плательщиков ЕСП проживает в сельской местности. Сегодня в Казахстане порядка одного миллиона семисот тысяч личных подсобных хозяйств. Однако их продукция не продается официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия, заявил сегодня глава государства Касым Жомартукаев. Он поручил правительству совместно с Атамикеном организовать цепочку поставок с тем, чтобы продукция сельчан миновала многочисленных посредников. Это может дать импульс развитию личных подсобных хозяйств на селе. Государство не получает от них налогов. Занятые в таких хозяйствах практически не защищены социально. Поэтому поручаю правительству совместно с Атамикен запустить в нескольких регионах пилотный проект. По развитию кооперационной цепочки на селе. От поля до прилавка. Между тем в стране создадут новую ипотечную программу 5-10-20. На проект 5-процентного ипотечного кредитования направят 210 миллиардов тенге. Такое поручение дал сегодня на заседании госкомиссии президент Касым Жомартукаев. Пилотный проект будет реализован через нацхолдинг Батирек до конца этого года. Отмечу, в 2020-м планируется построить 15 миллионов квадратных метров или 150 тысяч квартир и домов. Важно продолжить работу по улучшению жилищных условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических направлений работы правительства. Для этого предстоит модернизировать институциональную структуру. Правительству следует до конца года создать на основе Жилстроя Бирбанк Казахстана, полноценный институт развития и поддержки ОБАСа Банк, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Подробностей о правилах новой программы пока еще нет, но мы поинтересовались у экспертов, кто именно может претендовать на 5-процентный ипотечный заем. Если новая программа, то это будет в основном направлено на нуждаемщимся, у которых нет стабильной зарплаты даже, но есть какой-то минимальный доход, но все равно вот эту 5-процентную годную выплату за 20 лет человек должен выполнять. Поэтому он должен иметь какой-то доход. Но, в принципе, государство будет идти навстречу, уже везде уменьшает вот это требование первичного оформления. По итогам чрезвычайного положения в стране не удастся сохранить все предприятия и рабочие места, заявил Касымжо Мартукаев. Президент призвал оценивать ситуацию для бизнеса как форс-мажор, а для поддержки экономической активности предпринимателей приостановить возбуждение процедур банкротства до 1 октября. Глава государства поручил расширить список отраслей, которым дадут отсрочку по кредитам. В перечень войдут компании сверхторговли, обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, проживания и питания, информации и связи, образование и здравоохранение. Президент также предложил создать фонд развития промышленности, который сможет кредитовать промышленные предприятия под 3%. Создание диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность остается нашим приоритетом. Для реализации долгосрочных проектов в этом секторе нужно обеспечить дополнительную капитализацию Банка развития Казахстана. Кроме того, за счет средств, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей, можно создать фонд развития промышленности. Его работа была бы направлена на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%. К слову, потребительский спрос казахстанцев, похоже, на спад не идет. По крайней мере, в столице в минувшие выходные можно было наблюдать многочисленные очереди в магазинах одежды и техники. Некоторые бизнесмены даже заявили от «Амикенбизнес», что у них заканчиваются складские запасы. Но поток покупателей не иссякает, даже несмотря на ограничения. Подробнее расскажет Айгуль Жамалова. Поэтапное послабление карантинных мер, на первый взгляд, кажется весьма уместным решением с точки зрения безопасности казахстанцев и недопущения нового роста зараженных COVID-19. Однако в реальности ситуация значительно отличается от документов и графиков чиновников. Другими словами, правила и требования есть, но их соблюдение под большим вопросом. Вот, к примеру, на одной из главных улиц столицы, проспекте Республики, вдоль магазинов и банковских отделений огромные очереди. Но, несмотря на разметки на земле, никто не соблюдает метровую дистанцию. Медицинские маски тоже на лицах вроде как присутствуют, но весьма небрежно спущены на подбородке. А предприниматели, которые, казалось бы, должны быть рады возможности зарабатывать в такое непростое время, продолжают испытывать серьезные трудности. Сейчас, как бы, большие проблемы идут с товаром. То есть, сейчас автовики не работают, и очень тяжело найти товар определенный. Витрины пустеют, как бы, нечего продавать. И мы стараемся как-то более. Склады уже пустые, можно сказать. Ситуацию усугубляет то, что в столице до сих пор не запустили общественный транспорт. А значит, клиентами действующих магазинов являются только жители близлежащих домов. То есть, спрос на товар есть, а возможности приехать и купить его нет. Но больше всего от отсутствия городских автобусов страдают пенсионеры, которым приходится наматывать километры, чтобы дойти до банковских отделений. Бардак, понимаете? Оттуда пешком я с вокзала иду сюда. Написано, с 10 до 5 работает и не работает. Сказали, идите, республика 4, после операции. Это не бардак. Вот пенсионеры стоят, с вокзала иду пешком по всему городу. Не знаю даже. Я не ощущаю послаблений карантина. Говорят, что магазины все открыты. А толку? У людей нет денег, чтобы что-то купить. Или как копим, стараемся тратить на самое необходимое, на продукты. Люди же даже до сих пор сыру 2500 тенге получить не могут. Не знаю, сложно все. Сегодня люди снова недоумевают, чем снятый режим ЧП отличается от жизни последних двух месяцев. То есть, как бы смягчая режим карантина и разрешая отдельным предприятиям работать, местные власти словно оказывают медвежью услугу, говорят столичные жители. Потому как предпринимателям уже нечего продавать, а клиентам не на что покупать. А уже завтра в столице возобновится движение общественного транспорта, сообщил заместитель Акима Нурсултана Бахтияр Макен. Как пояснили в столичной транспортной компании СТС, автобусы будут курсировать с 7 утра до 9 вечера. При этом на линию пока выйдут только городские маршруты. Водителям автобусов и пассажирам необходимо соблюдать санитарные требования, оплатить за поездку исключительно безналичным платежом. Согласно новым правилам перевозок для детей, проезд при наличии транспортной карты будет бесплатным. На первом этапе с 12 мая текущего года будут запущены все городские маршруты. По пригородным маршрутам на втором этапе мы уже сообщили дополнительно. Проводится постоянная дезинфекция самих автобусов, на мойках, на конечных остановках непосредственно самими водителями. Водители оснащены масками, перчатками. Также обращаемся к нашим жителям о соблюдении карантинных мер, соблюдать дистанцию, одевать маски. Потому что это в первую очередь безопасность наших жителей. Кроме общественного транспорта, с завтрашнего дня начинают работу непродовольственные рынки, которые располагаются вне зданий, рассказал на брифинге Бахтиар Макен. Также запускаются бизнес-центры, страховые компании, нотариусы, типографии, прачечные, ателье, образовательные центры и мастерские. Везде должно сохраняться строгое соблюдение санитарных норм. А жители ближайших сел смогут вернуться на работу в столицу. Сегодня те граждане, которые находятся вне зоны карантина и вне границы блокпостов, которые хотят заехать и работать в городе Нос-Лутан, они могут обращаться в местные государственные органы свои, Акиматы. То есть сегодня уже Акмолинская область, Павлодаска, Караганинская область, где ближайшие поселки, районы, которые население хотят работать в городе Нос-Лутан. Они и работают уже практически, можно сказать. Они могут обращаться в свои государственные органы и сделать специальные списки, и уже обратиться к нам, и мы уже в этих блокпостах будем фиксировать их и для пропуска давать им возможность доступа в город для своей работы. Кстати, путешествовать в Казахстане между городами можно пока только самолетом. Сегодня возобновили авиасообщение еще с семью городами. Только на Западе, в Актау, Атырау и Уральске, а также в Жесказгане и Шимкенте внутренние авиарейсы пока обслуживать не будут. Крупные перевозчики формируют новые расписания и заявляют, что повышение цен на билеты пока не планируется. К слову, предоставлять справку с тестом на коронавирус для полета нет необходимости. Это требование исключил главный санитарный врач на транспорте. Общественную дискуссию определенную вызвал вопрос наличия сдачи ПСР-теста для внутренних авиаперелетов. С сегодняшнего дня данные требования полностью отменены. Это вызвано тем, что завершается масштабный скрининг. По стране сегодня проведено около 400 тысяч тестов на коронавирус. Тем не менее, санитарный контроль при прилетах остается прежним. Измерение температуры пассажиров, социальные дистанцированные при посадке из самолета и ношение масок. А вот жители Алматинской области попытались сегодня штурмом попасть в мегаполис. Большинство из них ринулись к блокпостам, услышав, что снят режим ЧП в надежде попасть в карантинные Алматы. Кому разрешен въезд в город? Ответ в материале Амины Абдрахмановы. Эти кадры были сняты в 7 часов утра на блокпосту возле рынка Алтын-Орда. Жители пригородных сел пытались пройти в закрытый город, в основном, чтобы попасть на рабочие места. Однако пресечь карантинную зону большинству из них так и не удалось. Жители из Талгара ездят в город на работу. Почему мы не можем проехать? Я работаю в Алматы, но живу здесь, в пригороде. Нам нужно работать. Когда объявили, что режим ЧП снят, я подумала, что уберут эти блокпосты. Что теперь делать, я не знаю. Какие порядки? 72 года. Туда идешь, иди здесь, туда иди. Не обшумели меня делать? Порядок будет или не будет здесь? В Алкомане я живу, мясо взял, вот, царик. Дома надо попасть же. В город по-прежнему могут проехать только те жители области, у которых есть разрешение на въезд. В целом, с введением режима ЧП в стране, доступа к проезду в мегаполис лишились порядка 500 тысяч человек. За минувший день в город заехало 2893 единицы автотранспорта, в которых находилось 2602 пассажира без учета водителей. Из города за минувший день выехало 259 единиц автотранспорта, в которых находилось 359 пассажиров без учета водителей. Со снижением карантинных мер с 20 апреля больше миллиона 100 тысяч человек в Казахстане вернулись на свои рабочие места. А с сегодняшнего дня вступают в силу очередной этап ослабления ограничительных мер. А значит, на работу выйдут еще больше казахстанцев. В Казахстане по-прежнему действует запрет на проведение массовых семейных и памятных мероприятий. Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о карантинных мерах. Так, в областях и трех городах республиканского значения все еще запрещена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Кроме того, Акимам поручено обеспечить лабораторное обследование на COVID-19 призывников по прибытию в воинские части. При достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней разрешат посещение парков и выход во двор с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции. Вместе с тем, при приросте инфицированных не более 7% откроют въезд и выезд между регионами. Тем временем еще один человек скончался в Казахстане от коронавируса. Это житель Шимкента. Таким образом, число летальных исходов достигло 32. Выздоровевших – 2 020 человек. Зараженных на данный час – 5 160. За сутки COVID-19 подтвердился у 34 человек. К событиям в мире с завтрашнего дня в России завершится период нерабочих дней. В ходе обращения к народу объявил президент Владимир Путин. Причем глава государства отметил, что смягчение режима карантина должно быть последовательным. Более того, он поручил правительству создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Речь, в частности, идет о промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. Также Путин затронул и тему бизнеса. По его словам, число безработных по стране увеличилось почти до полутора миллиона человек. Путин дал указание Кабмину с 1 июня запустить кредитную программу занятости. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОД на одного сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Владимир Путин добавил, что данная программа рассчитана поддержать 7 миллионов рабочих мест. А что касается ситуации по коронавирусу, отмечу. Российская Федерация вышла на третье место в мире по количеству зараженных. Первые строчки занимают США и Испания. Тем временем количество зараженных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек, а число вылечившихся уже свыше 1 миллиона. Но пока в одних странах смягчают карантинные ограничения, в других наоборот ужесточают. Как складывается ситуация в мире, об этом расскажет наш международный обозреватель Айсауле Байгазина. В китайском Ухане, где изначально возникла вспышка COVID-19, накануне зафиксировали единичные случаи заражения. При этом изначально у всех пятерых симптомы не отмечались. Но за минувшие сутки эти случаи переквалифицировали в подтвержденные. Несмотря на это, в Ухане уже запустили грузовые авиаперевозки. Грузовые перевозки будут осуществляться ежедневно. Вот сегодня мы направляем в Японию товары, которые помогут локализовать там эпидемию. В целом стоимость регулярных поставок снизится примерно на 20%. В Южной Корее, где существенно ослабили карантинные меры, в минувшие выходные также подтвердили случай заражения коронавирусом. Речь идет о десятках людей. В связи с этим в Сеуле временно закрыли ночные клубы и бары. Именно там инфицированный житель распространил вирус. Теперь же проверять на COVID-19 планируется свыше 5500 человек, постившие увеселительные заведения за последние три недели. Что касается Европы, то, например, Великобритания планирует постепенно ослаблять карантинные меры. Так школы и магазины откроют с начала июня. Но в то же время премьер-министр призвал граждан не расслабляться. Вот уже почти два месяца, как у нас действуют ограничения. Нужно придерживаться всех предписаний врачей и правил, так как это единственный способ борьбы с COVID-19. При необходимости призываю жителей работать из дома. Если же приходите на рабочие места, то прошу работодателей обеспечить все меры безопасности. Число новых случаев заражения в Германии сегодня упало до минимума за последние шесть дней. Чего нельзя сказать о летальных исходах, которые, наоборот, выросли на 20. В Испании же количество новых инфицированных снизилось до минимального значения примерно с середины марта. Айсолья Байгазина, Атамикен Бизнес. Вернемся к событиям в нашей стране. Убытки фермеров Мактаральского района Туркестанской области от наводнения оценивают в 4 миллиарда тенге. Расчеты озвучил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков. Он сообщил, что затопленными оказались почти 8 тысяч гектаров посевов. Теперь фермеры просят поддержки у государства, поскольку на большей части пострадавших земель засеян хлопок. А культивация этой культуры – основной заработок для многих. У крестьян нет денег для новых семян, зато есть кредиты, которые необходимо выплачивать. И, по их мнению, 100 тысяч, которые получит каждый пострадавший житель, ситуацию не спасут. Для восстановления земли понадобится как минимум месяц. Вести тут работы мы не сможем в этом году. А я здесь сеял хлопок и выращивал дыни. На хлопок у меня ушло 400 тысяч тенге, на дыню 700 тысяч тенге. Я брал кредит на миллион тенге. И как мне его теперь выплачивать? Надеюсь, мы получим нужную помощь. В Макимате жителей поспешили успокоить. Сейчас якобы формируется список, в который вошли около тысячи сельхозпроизводителей. И по решению комиссии компенсацию выплатят каждому. Тем временем Маким области, умерзак Шукеев, принялся раздавать деньги, которые в помощь пострадавшим выделил российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов. Таким образом, по тысяче долларов получат более 30 тысяч жителей Макта-Арала. 6100 человек получат по 100 тысяч тенге. Это поддержка со стороны правительства. Также вот, раздаем деньги, направленные 30 тысячам человек Алишерам Усмановым. Продолжим. Благотворительный фонд Халык выражает благодарность волонтерскому движению Казахстана за помощь в проведении акции по поддержке малообеспеченных семей. В период карантина Халык сформировал 20 тысяч продуктовых наборов и направил их нуждающимся, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за режима ЧП. Деньги поступили из личных средств известных отечественных меценатов Тимура Кулебаева, Кайрата Буранбаева и Кинеса Ракишева. О том, как бизнес помогает людям, материал Тимура Ермашева. Надо еще чай. С банданой на голове, в простенькой футболке, с рабочими перчатками на руках такой оружан Джазельбекову не часто встретишь. Но карантин ударил по всем. Проект, в котором участвовала актриса, заморожен. И вот она вместе с другими волонтерами фасует и упаковывает продуктовые наборы. Для нее участие в этой благотворительной акции – это еще и возможность вырваться из домашнего заточения. Я сидела дома, бездельничала, читала книги, смотрела кино, выходила в магазин, что было большим праздником для меня. Поэтому отчасти вот эта вот работа, она, конечно, еще и морально-психологически помогает отвлечься от карантина. То есть это не первый мой волонтерский опыт, но в таком масштабе 7 тысяч комплектов на Алмату и Алматинскую область – это 21 тысяча коробок. Такого масштаба у меня еще не было. Когда 2020-й объявляли годом волонтера, вряд ли кто-то мог предположить, что именно волонтеры в этом году будут востребованы как никогда. Для того, чтобы сформировать и развести по адресам 20 тысяч продуктовых наборов за короткий срок, нужно было привлечь до 100 добровольцев в каждом областном центре. И эти молодые люди справились. Я сама очень плотно работаю с волонтерами, знаю какой это труд. И в этих условиях решила тоже помочь, вызвалась своим желанием. Я понимаю, что это когда расфасовать нужно большое количество чего-то, это большой человеческий труд. Соответственно, рук всегда не хватает, и мне в своей какой-то лептой захотелось помочь. Я привлекла и свою команду, в том числе, и волонтеров, с которыми мы работаем, для того, чтобы побыстрее семьи получили вот эти продуктовые корзины. Оператором акции выступил благотворительный фонд «Халык», которому удалось собрать около 1200 тонн продуктов первой необходимости. На эту акцию было затрачено 400 миллионов тенге. Деньги выделены из личных средств известных отечественных меценатов Тимура Кулебаева, Кайрата Буранбаева и Кенеса Ракишева. Мы, когда подбирали, собирали эту корзину, мы исходили из того, что мы будем давать самые такие продукты первой необходимости. Это макароны 10 килограмм, чай 2 килограмма, сгущенка 1 килограмм, тушенка 1 килограмм, рис 5 килограмм, гречка 5 килограмм и мука 10 килограмм. А, еще масло 5 литров. То есть это такие самые необходимые базовые продукты, которых должно хватить на 2 месяца. 20 тысяч семей уже получили или получат в ближайшее время вот такие коробки. Получателей помощи определяли местные акиматы из числа малообеспеченных и многодетных семей. Для многих из них такой набор продуктов – это очень существенная поддержка. Сама же акция показывает, насколько важна сплоченность гражданского общества. Нам помогает и всем инвалидам, в том числе и мне. Большое спасибо. С праздником вас. Это все новости понедельника, 11 мая. Следите за нашими выпусками и на интернет-платформах YouTube, Instagram, Telegram и Facebook. Оставайтесь на «Атамикен Бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова